В Стрелли-Тамаке завершился первый городской чемпионат по прохождению квест-комнат. О лучших стратегах и о том, как проходило их награждение, расскажет Ксения Степанова. Из 38 команд две удостоены главного приза. Им достались сертификаты на 3000 рублей в детский развлекательный центр, пригласительный в кинотеатр и большой сет роллов. Среди любителей лучший результат у команды «Канистра», среди профессионалов – у генераторов идей. Самое интересное было, когда его приковали, а мы просто забыли о нем, и он там лежал минут пять. Самый смешной случай был в последней комнате, когда нас пытались ударить. Пугали, различные сложности создавали в самой комнате. Это было интересно. Но было смешно уже после того, как мы вышли из комнаты. В процессе было не смешно. Не всем участникам, а это 150 человек, удалось добраться до финала. Почувствовать себя узником НКВД, ученым-химиком и заложником в логове маньяка. Соревнование шло по олимпийской системе. В каждую следующую комнату проходили команды, показавшие лучшее время на предыдущем этапе. Были рекорды. Например, команда «Эскеперс» прошла химическую лабораторию за 13 минут 6 секунд. Это лучшее время. А команда «Сталкера» сбежала от НКВД за 36 минут. Организаторы чемпионата, стерлитомакское телевидение, компания «Лабиринт» и интернет-портал cityopen.ru уверены, в России стерлитомакскому чемпионату по прохождению квест-комнат нет аналогов. Ксения Степанова, Андрей Тремайлов, стерлитомак, Служба новостей.